Итак, приветствую, друзья и гости канала. Знаете, вот какое-то проклятое место, я вам серьезно говорю. Я уже пытаюсь снять там с третьего раза. И даже микрофон себя ведет как-то неадекватно, почему-то какой-то посторонний шум. Попробую это все, конечно, исправить, но факт остается фактом. Какое-то заколдованное место. Может быть, здесь какая-то аура, может быть, еще что-то. Я сейчас все-таки попробую снять для вас обзор. Попробую все-таки с третьего раза. Сейчас я вас познакомлю с хорошим парнем. Да, привет. Привет. Здравствуйте, меня Влад зовут, я менеджер отдела продаж. Это место просто хочет, чтобы вы лично сюда приехали и сами во всем убедились, воочию эту красоту, роскошь просто оценили. Слушай, ну я сам в шоке. Ну как так-то? Первый объект, на который я приезжаю уже третий раз. Ну как так-то? Ну в этот раз, конечно, я попробую, и там не можешь подрегулировать звук. Ну хотя, знаете что? Есть объекты, про которые нужно рассказывать. А есть объекты, которые просто увидел и купил. Как думаешь? Совершенно. Это именно тот самый объект, который нужно просто увидеть и все. Скажи, пожалуйста, где мы находимся с тобой? Мы находимся на улице Виноградной. Это самая высокая точка Черноморской ривьеры. Как раз где у нас симбиоз горного воздуха и морского бриза создают самый идеальный микроклимат. Мы в прошлый раз об этом разговаривали. Здесь самое идеальное высота. Ну я все форматнул нечаянно. Мы с тобой разговаривали. Да, ребят, на секундочку. Мы находимся в одном из крутейших санаториев. Это на секундочку. Если второе, то мы находимся в первом санатории, где был реализован бункер. Да-да-да. Именно если бы что-то случилось, и случился бы апокалипсец и армагедец, Сталин, скорее всего, именно приточел бы сюда. Не верите? Сейчас расскажем. Есть у нас изюминка нашего комплекса. Мы находимся в 600 метрах от первой береговой линии. Но последний наш собственник, это Красмаш, Красноярский машиностроительный завод, обладал огромным потенциалом, строил космические шаттлы для запуска космических ракет. Он сделал лифт. Представляете, мне прям можно снять. Мы на 80 метров опускаемся под землю. Четыре шахты лифта. Слушай, у меня в острове мечты, если только 80 метров нет, я живу на 16 этаже. Сколько этажей получается? Целая морская симфония, 22 этажа. Огромное здание. Вниз прям, да? Прям вниз, причем за 40 секунд. Греческие лифты Доплер. Кстати, у нас есть общий знакомый, Серега, который из Гранд Парка. И он сказал, что он здесь жил, на Цирюпе, и в этом месте постоянно пропадал. И он мне начал рассказать, Макс, а ты пойди туда, покажи бункер, покажи. Мы туда на пляж ходили. Все правду говорил? Конечно, правда. Открываются двери, перед нами тоннель, бункер. Действительно, на кадастре он числится бомбоубежищем. 600 метров с ветерком, с персоналом на электрокаре мы попадаем на наш закрытый частный пляж. И наслаждаемся. Ближайший пляж, здесь светлячок, я так понимаю, правильно? Да, светлячок, а рядом с ним как раз наш пляж. Почему частный? Рядом пансона Дзержинского, объект ФСБ, режимный объект, и режим распространяется на соседние пляжи. Поэтому туда можно попасть только по пропускам. В общем, получается, у вас и пляж Дзержинского будет один и тот же пляж, да, получается? Нет, у Дзержинского он дальше. То есть, именно пляж Дзержинского, рядом с ним соседние пляжи, тоже на них режим распространяется. Вот наш пляж между светлячком и Дзержинским находится как раз. Ну, слушай, суть по тому, что здесь есть, не буду говорить от оператора, такие следы, то, скорее всего, это будет и песочек беленький завезен, да, так же, как и в других его отелях, да, и так далее? Здесь уже мелкая сочинская галька, идеальный просто заход в море, самая нежная женская ножка, без труда попадет в Черноморское побережье. Да ладно? Ну, лучший санаторий. А ты ходил сюда, рядом? Рядом Терротроил Родина. Ходил? Смотрел? Смотрелся, конечно, мы смотрели, я спускался, на лифте я еще не спускался, я спускался пешим маршрутом, как раз рядом с Родиной дорога, можно пешком спокойно добраться. Слушай, знаешь, я уже подготовился, я нашел всю информацию про ваш апартаментный комплекс, я даже смотрел, что даже сам царь, ну, мини-царь, сам Алексей Капайгородский сюда приходил и смотрел, соответствует ли реконструкция то, что должно соответствовать, нет ли здесь этого чопорного стекла и так далее. И Капайгородский остался довольный. И я смотрел его доклад, получается, губернатор, он сказал, блин, ребята делают нечто. Я прав? Совершенно верно. Ребята, вот теперь давайте развернемся и вы посмотрите. Пошли, пройдемся. Вот посмотрите, посмотрите, да, одно из зданий реконструировано. Вы посмотрите, это вам не просто, как, например, тот же самый, например, гостиница «Москва», просто застеклить. Вы понимаете, какая здесь была грандиозная проделана работа по реставрации? Вы понимаете, вот нужно было вот именно тот стиль, знаете, как это называлось? Неоклассицизм, сталинский ампир. Да, сталинский ампир, все верно. На то время делал один из лучших зодчих тех времен, 36-й год, здравница имени Кирова, зодчий по фамилии Бурышкин. Да, я вот поразился. Посмотрите, ребят, как можно было все это красиво сделать. И, конечно, когда пришел сюда мэр города, он говорит, нифига себе, ребят, ну вы реально очень круто делаете, мы вам не будем мешаться. И здесь действительно не мешается. Представляете себе? Вот просто, вот просто все на высшем уровне сделано. Вот так вот дверь будет для вас открывать. Спасибо огромное. Ну и посмотрите, да, мы с вами попадаем, вот такая красота. На самом деле здесь все очень уже круто сделано. И мне это напоминает больше, знаете, что? Мне напоминает это отель Redison Украина. И там тоже заходишь, все так богато, все красиво. И самое главное, безопасно. Только вот мне не понравилось в Redison Украине то, что там внизу торговый центр. И получается идти через торговый центр. Ну это как бы реально. Здесь как бы все равно более такая приватная территория. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, мэр города пришел, посмотрел, ему все понравилось. Я смотрел этот сюжет, да. Потом, соответственно, говорится, был у вас здесь несчастный случай. Несчастный случай? С мэром города. Ну я смотрел. Но говорят, что что стоит? Говорит, хочу купить себе для детей. Вы озвучили цену, говорит, он там спотыкнулся, упал, говорит, и там скорую вызывали, да, говорит. Но скорую, говорит, быстро доехал даже. Потому что здесь рядышком есть у нас что? Есть армет. В принципе, откуда он скорую может доехать? Рядышком армет, рядышком у нас еще и храм потрясающий стоит, если вдруг... Сразу можно отпеть и все, да. Слушай, ну а почему ты думаешь, почему он упал, когда узнал про цены? Почему вот такая реакция у него была? Исторический факт, кстати. Ну, это действительно недешево. Это действительно недешево. Цена соответствует качеству продукта, соответствует городу нашему, уникальному. Одному из самых уникальных городов мира, я бы сказал, где мы за 40 минут, всего за 40 минут, с пляжной линией, попивая пиноколад, добираемся в горы и встаем на лыжь. Слушай, ну я смотрел, у вас ценник-то на самом деле довольно-таки гуманный, он гораздо ниже, чем ближайших конкурентов. Если не ошибаюсь, то у вас апартаменты 2 миллиона всего лишь стоят. Как бы, если, например, мы берем с вами, ну, что-то типа такого подобного, хотя я думаю, что у вас все равно будет круче, например, в Олимпийском парке, там уже 3,600 будет стоить, 3,700 аналогичное. У вас получается двушку, правильно? Не больше, чем 2, получается, миллиона за апартамент. В среднем 2 миллиона, есть цена чуть дороже, есть и 3, и 3,800 за квадратный метр. У вас и за 3,800 тоже есть? Да, и за 3,800. Слушай, ты, наверное, это сказал мэру города, и он просто офигел, он просто говорит, нифига себе, я зарабатываю, получается, 86 тысяч рублей в месяц. То есть, соответственно, я могу, в принципе, я могу за год, если не есть, я могу накопить на полквадратного метра, да, на пол... Согласуем ипотеку, у нас проходят ипотеки, вернем НДС. Миллион он зарабатывает за год, я смотрел официальный отчет, и получается, как раз он может, в принципе, на полквадратного метра... Вообще, минимальная стоимость квадратного метра сколько? Есть сегодня интересные предложения, миллион шестьсот за квадратный метр, это предложение наших инвесторов уже с ремонтом... Слушай, ну, о чем мэру города возмущается? 0,7 квадратных метра он может купить, что он там, МММУ? Лояльные цены. Лояльные же? Для народа же, правильно же? Что ты смеешься, я не могу, что ты смеешь, что он сказал? Я просто видел этот сюжет, когда Капайгородский упал в оморок, когда озвучили цены. Он говорит, слушай, хорошо, он говорит, интересно, вот, наверное, лучше здесь перекупить, вот, реально. Прикупить, говорит, знаешь, по чем здесь можно, говорит, ну, там, вот, за 2,200 можно купить апартаменты. И уже, как бы, типа, выключайте камеру, говорит, все, давайте, заворачивайте мне пять апартаментов. Тебе, ну, пять апартаментов с вас, вот, около миллиардов. Ну, как так? Тебе, говорит, ну, как, потому что 2,200, говорит, получается, это у нас за квадратный метр, и все, говорит, знаешь, как бы, ты тут прям, как будто его там в сковородку ударили. Ладно, давай, шутки-шутками. Смотрите, ребят, чтобы на секундочку, да, вот она, входная группа. Здесь все сделано хорошо, здесь все сделано прекрасно, здесь все сделано замечательно. Давайте мы будем немножко абстрагироваться. Мы с вами сейчас в первую очередь смотрим не квартирник, мы смотрим с вами не апартаменты, которые выросли на земле ИЖС, мы смотрим с вами не что-то там, не знаю, там, как бы, не апартаменты, например, в огнях Сочи, которые превратились в парковка, превратилась, например, в апартаменты. Мы смотрим с вами не какое-нибудь там, не знаю, в подвале на помещение, которое стало нежилое и продают как апартаменты, понимаете, без окон, без ничего. Мы с вами смотрим крутейший санаторий, который есть в прекрасном городе Сочи. Крутейший санаторий с потрясающими видовыми характеристиками. Соответственно, вы покупаете здесь не просто нежилое помещение, а покупаете часть бизнеса. И вы реально здесь можете себе относить к бизнесу. Купили, например, апартаменты, спросите, чем занимаешься по жизни? Да ничем, просто имею гостиницу Рэдисон в прекрасном Сочи, да и все. И вы будете правы, вы никому не наврете, потому что покупая здесь апартаменты, вы являетесь частью гостиничного бизнеса, понимаете? Вы являетесь частичкой этого прекрасного бизнеса. При всем, при том, что многие думают, что здесь продажи особо не идут, вы, ребят, ошибаетесь. Я тоже могу вам сказать со 100% уверенности. Если, например, мы посмотрим эти здания, которые начали в продаже поступать раньше, то вот мне сейчас представители доставляют. Ну скажи, сколько у вас продано? А знаете, историческая часть на 95% уже распродана. Ребят, 95% распродано. А вы знаете еще такой факт, что минимальная стоимость входа, минимальная стоимость была 490 тысяч рублей за квадратный метр. И это было 3 года назад. Это все равно, что сейчас, ну, не знаю, 3 года назад дороже, чем это место, просто не было. Не было. Не вружу? Не было. Кручили у виска пальцем и говорили, вы сумасшедший, не может столько стоить комплекс. 490 тысяч рублей за квадратный метр. Даже 4 года назад. Не 3, а 4 года назад. И, соответственно, было все, ребят, распродано. Поэтому, знаете, если, например, у меня не надо спрашивать в комментариях, блин, кто такое покупает? Ну, есть люди, которые покупают. Есть, которые люди покупают. Ну, они работают, стараются. Все у них получается, и они покупают. Да, кстати, соответственно, здесь можно снять. Напротив нас находится та самая, я, наверное, разуюсь пройду, или вахилы, или разуюсь, наверное. Как уходу. Не, я разуюсь, наверное. Здесь у нас управляющая компания постоянно делает. Да, давайте лучше разуюсь. Итак, это 55 квадратных метров. Это стандартный номер. Ну, как стандартный номер? Стандартный номер, который вы можете, в свою очередь, уже, в том числе, и снять. Соответственно, вот ремонт, чтобы соответствовать классности данному оператору, такой ремонт обходится 300 тысяч рублей с квадратного метра. Вот ремонт вот в этих апартаментах стоит только 15 миллионов. Все правильно говорю? Ничего не набрал. Вот для того, чтобы, например, ваш апартамент взяли, и чтобы вы могли его сдавать и получать определенный доход, соответственно, вам только нужно на ремонт потратить 15 миллионов рублей. И поэтому волшебства не бывает. Если кто-то из вас хочет за 15 миллионов рублей купить вот такой апартамент, то вряд ли получится. Вот такой апартамент черновой. Сколько будет стоить? В черновой отделке у нас нет таких номеров, есть такой же, который находится в продаже, соседний от нас, такой же квадратуры, только без мебели, 156 миллионов. 156 миллионов рублей, ребят. И это хорошая, низкая цена. Мэр города хотел таких взять пять штук, если не ошибаюсь. Потом передумал. Почему-то, да? Меня не было на этой встрече. Да как тебя делал? Я взвалил, я же нашел. Я вчера прям все перелопатил, нашел. Нет, ну, шутки шутками, ребят. Ну, смотрите, вот такой номер, он действительно крутой, хороший номер. Такой номер, скорее всего, после сдачи будет стоить минимум 30 тысяч в сутки. Потому что, если мы возьмем, например, соседний отель, который называется у нас Родина, то там сколько сейчас минимальное проживание? Около 50 в самый несезонный день. Мы просчитывали у нас среднесуточную стоимость аренды 45 тысяч рублей. Здесь будет 45 тысяч, да? После сдачи уже, когда будет готова вся инфраструктура. Сейчас у нас среднее 20 тысяч рублей, ниже 15 управляющая компания не берет. И пока нет инфраструктуры, гости, хожи в Родину. А платить за это нет дополнительно? Ну, процедуры, которые предоставляет Родина, конечно, платные. Нет, просто погулять по Родине. Ресторан, ну, если мы бронируем ресторан, то можно прогуляться по территории. А, ну, точно. Итак, смотри, получается, здесь у нас всегда держит береговая охрана, насколько я не ошибаюсь. Здесь у нас резиденция, если внизу, премьера, правильно? Соответственно, с той стороны Бачаров у нас ручей. Здесь же у нас, получается, санаторий Сочи, с левой стороны. И, соответственно, санаторий у нас Дзержинского. Тот самый санаторий, который, блин, был таким весным конкурентом тому же самого Родженикидзе. И, конечно же, здесь же у нас тот же самый Гранд Отель Родина. Это одни из единственных пятизвездочных отелей, про которые всегда еще говорят. Ребят, Гранд Отель Родина побил все рекорды. В Дубае, оказывается, дешевле отдохнуть, чем... Я смотрел эту статью, действительно, вот Гранд Отель Родина, вы можете обалденно отдохнуть и потратить столько денег, сколько вы даже и в Дубае не сможете потратить. Согласен? Совершенно верно. Слушай, ну хороший стиль, да, прям классно вы выдержали. Я считаю, что это очень даже хорошо получилось, даже прекрасно и замечательно. Только первый готовый корпус первому кварталу 25-го года у нас уже весь проект был полностью завершен. И можно только представить, насколько это все будет изысканно. Сколько, получается, самый дешевый у нас стоит здесь апартамент? Сейчас есть интересное предложение, 55 миллионов 600 тысяч рублей, 34 квадратных метра с ремонтом и 2 миллиона. На вид на море? На первом этаже с видом на итальянский дворик. На итальянский дворик? А если такой не на итальянский дворик, а на море, на итальянское? 156 миллионов. 156 миллионов с видом на море. Также у вас, я знаю, будет строиться еще и 7-этажный корпус, да? 9-этажный корпус. 9-этажный? Да, это отельный корпус с мировым отельным оператором. Я не могу на камеру искать, кто он. У нас уже подписаны все договоры. Это один из лучших отельных операторов. В мире, не в России. В мире, само собой. И прямой конкурент Мариота. Можете это додумать? Я даже скажу, вот для сравнения, в Москве, если возьмем два этих оператора, то Мариот стоит даже дешевле, чем тот, где я останавливаюсь. Я обычно останавливаюсь как раз вот в самом центре, и там есть как раз эти два оператора, и Мариот стоит дешевле. На 20%? Впервые в мире этот отельный оператор решил продавать свой номерной фонд. Такого раньше еще никогда не было. Вот здесь нашему застройщику в ходе долгих переговоров удалось договориться о реализации номерного фонда. И даже с нуля новостройщика будет также в таком же стиле сделан, да? Конечно, у нас одна компания, это Грин Дизайн, она занималась архитектурой исторической части, она же занимается архитектурой фасадов шестого отельного корпуса. Слушай, ну хорошо, кстати, даже сейчас смотрю, было действительно очень сделано круто. Я понимаю, что сейчас у тебя будет уже, даже посмотрите, даже окна, да, снаружи. Вот где вы такие окна видите? Алюминиевый профиль Рейнерс, одни из лучших алюминиевых профилей. Ну и, в общем, вот такие апартаменты, которые вы, соответственно, можете приобрести. И это, конечно же, будет ваш актив. Вы будете частью гостиничного бизнеса, частью будете одной из самых крутых линеек отелей, которые по всему миру, они, ну реально, самые крутые, самые дорогие, самые знаковые. Ну и по большому счету, посмотрите, да, этот ремонт, да, обычно вот Лепнина ассоциируется, там, не знаю, там, с колхозом и так далее. Но здесь же по факту вы видите совсем другое. Посмотрите, как, посмотрите, все круто сделано. Ну реально, очень круто. Поэтому не нужно тешить себя каким-то там самолюбием. Если вдруг, да, вот, например, вот вы видите, например, в объявлении на Авито, на ЦАНе, что такие апартаменты в этой локации продаются за 15 миллионов рублей, я могу сказать, что эта цена будет указана за ремонт в этом апартаменте. Соответственно, еще раз, такие апартаменты у нас продаются почем? В среднем 2 миллиона за квадратный метр. Есть сегодня предложение чуть дешевле, есть... Дороже. Значительно дороже, да. Ну, средняя цена, в принципе, за такие 150 миллионов нужно иметь, да, человеку, что можно было купить? Нет, достаточно будет и 60 миллионов, чтобы зайти к нам на проект. Есть у нас минимальная... Нет, если именно с видом на море и что-нибудь такое, чтобы квадратов 50 хотя бы было. Мне вот кажется, вот этот вариант самый удобный. Надо иметь 150 миллионов, да, получается? Ремонт также вы делаете, да, чтобы, например, взять апартамент на обслуживание. Вы делаете ремонт. А здесь у нас уже все сдается с ремонтом, за исключением 4-го корпуса. Там тоже буквально 2 номера осталось от застройщика. Решили оставить один корпус с отделкой white box, чтобы собственники сами могли сделать свой дизайнерский ремонт, кто планирует постоянно жить. Жить на ПМЖ, да, кто планирует? Вот, а так все сдается с ремонтом, но без мебели. Это паркетная доска, косвик, авторская коллекция, канадский ясень, бельгийские обои. Сколько обходится мебель еще дополнительно? Сколько должен заплатить собственник? Могу сказать, что от 2,5 миллионов рублей комплектация стандартная минимального номера, 3-4 квадратных. А в этом номере? В этом номере порядком 3,5 миллионов рублей. И плюс еще 3,5, да, чтобы понимание было. Ну, понятно. Я все-таки сейчас выйду еще на улицу, немножко прогуляюсь, поснимаю. В любом случае, тебе огромное спасибо. Кто бы что ни говорил, кто по таким ценам покупает. Я себе сегодня какой раз себя пытаюсь попасть? Третий или второй? Третий, третий, да. Третий. А все почему? Потому что у вас что? У нас большая загрузка, и мне тоже нужно бежать. Сейчас у меня в 16.30 тоже встреча с клиентами. Да, чтобы вы понимали, ребят, этот комплекс пользуется спросом. На вопрос, кто покупает такое, ребят, ну кто покупает? Кто, наверное, работал в другой какой-то сфере и так далее? Те люди, которые умные, которые хотят не только сохранить деньги, но и приумножить. Никому не секрет, что сейчас непонятно, что будет, ближе к декабрю, и вполне возможно, у нас рубль обесценится. И многие у вас приезжают же по цели сохранить деньги, правильно же? Знаете, сейчас, да, сильно активизировался поток клиентов. Был определенный спад, когда случилась мобилизация, всем понятно, все просто встали в ступор. Ну, буквально неделя, и прям активный сейчас, активный очень поток клиентов, брони, сделки. Поэтому, да, большинство хотят не только сохранить действительно свои денежные средства, но и приумножить. Слушай, да, я в этом прекрасно понимаю, и, конечно же, все прекрасно понимают, что не, ну, сейчас деньги держать в бумажках, это то еще извращение. Поэтому покупают. Опять же, если мы, например, возьмем, там, конкуренты по цене, да, это у нас Олимпийский парк. Ну, я могу сказать, что здесь гораздо круче, гораздо лучше, здесь и вид, и дышится лучше. Опять же, все санатории в Сочи были у нас на определенном расстоянии от моря и так далее. Именно потому, что дышится, в первую очередь, человек должен дышать. Поэтому здесь, например, от того, что вы здесь купите, например, те же самые апартаменты, от вас пользы для здоровья будет гораздо больше. Ну, и опять же, это все равно часть истории. Я рад, что вы историю сохранили. И, знаете, я во всех видеороликах был против того, что такие рода отели приходят в частные руки. Прям критиковал, притом жестко критиковал. Но если, например, появится типа такого инвестора, который заберет себе тот же самый санаторий Ажеренкидзе, и также его отреставрирует и доведет до ума, и превратит в пятизвездочный шикарный отель, почему нет, да? Чем просто он стоит 10 лет, загнивает и все. Раньше хотя бы у нас в свадьбу приезжали фотографироваться и так далее. Наш санаторий тоже стоял 10 лет, передавался из рук в руки, буквально просто зарос. Даже некоторые местные жители, проезжая мимо, не обращали на него внимания, потому что он буквально здесь утопал в растительности, но был он непригоден. Вот мы же взялись сделать шедевр. Да, кстати, восстановили как бы, и я считаю, что очень даже хорошо получилось. Получилось просто даже, я бы сказал, обалденно. И, конечно же, конечно же, кто-то скажет, вот буржуи, вот буржуи и так далее. Ну, ребят, по мне, лучше пускай это перейдет теперь в частные руки. Да-да-да, вот если бы, например, вместо этого построился какой-то торговый центр, и все бы раздолбали, да, вот, например, как, например, гостиница «Москва», да, вот ее изуродовали сейчас в прямом смысле этого слова, или, например, как гостиницу «Чайку», взяли вместо него там сделали трехэтажное дохлое здание, где находится паштет, да, я против. Но когда творят вот такое вот произведение искусства, когда ты смотришь со стороны, даже просто посмотрите, вот, морской вокзал, он отреставрирован, ну, классно, да, он же действительно, он не потерял свою историческую актуальность. А здесь и все дело в том, что каждое наше действие согласовывается с Министерством культуры и с администрацией края. Вот скажи еще пару слов про эти дивные растения. Я знаю, что здесь будет очень много растений всевозможных, я знаю, что это растение вы уже черт знает откуда привезли, я знаю, что, знаешь, а давай сделаем вот конкурс, пускай вот кто-нибудь из наших подписчиков, если угадает, сколько этому дереву лет, тому я возьму и, наверное, отправлю сувенир, да? Давай, задашь вопрос, а я им обязательно... Друзья, это оливковое дерево, бонсай, завезенный из Италии. Год, не говори, сколько ей лет. Я не говорю, сколько лет. Попробуйте угадать просто. Попробуйте угадать, да. И сколько из таких деревьев будет? Знаете, более 1200 растений мы еще высаживаем по проекту компании Ортеза, она несколько лет назад нам создала проект, это и зеленые изгороди, живые аллеи, итальянские дворики, водная гладь у нас здесь тоже от японского архитектора, которая будет в виде линзы, кстати, она будет вот здесь буквально за забором, между всеми корпусами, и она будет отражать и звездное небо, и свет солнечный, и деревья, и просу. Слушай, так тороплюсь, что тебе надо на встречу с клиентом, поэтому, знаешь, у тебя еще одну целую минуту. Скажи, пожалуйста, главную фишку-то мы не сказали, что когда люди приезжают отдыхать, здесь дождь, здесь шляпа, слякоть и так далее, как ходить между корпусами? А мы даже не выходим на улицу, вот буквально под нами стилобат фитнес-центра, в третьем корпусе у нас спа-салон, сейчас просто буквально один день из жизни собственника возьмем, или из жизни клиента. Мы живем в первом корпусе, мы одеваем спортивную форму, спускаемся в стилобат, занимаемся спортом, поднимаемся домой, переодеваемся в халат, в тапочки. По воздушным галереям, которые соединяют все основные корпуса, мы попадаем в третий корпус, в спа, омолаживаемся, спа, бани, хамамы, сауны, закрытый бассейн с такой колоннадой, удивительной, сталинский ампир. Омолаживаемся, возвращаемся назад, одеваем вечернее платье, смокинг, идем в четвертый корпус, все по тем же переходам на улице, непогода, дождь, слякоть, как сказали, не дай бог, снег, что, кстати, было в прошлом году аж целых три раза. В четвертом корпусе в ресторане на первом этаже, с шикарным видом на всю территорию, наслаждаемся кухней, там же бутики брендовой одежды, там же магазин с премиальными продуктами, и вот такой у нас насыщенный день, и мы даже не выходили на улицу. Да, еще момент такой, я знаю, что у вас есть пентхаус, многие сейчас охотятся за пентхаусами, потому что многие застройщики пентхаусы не дают. У вас есть возможность купить пентхаус, который будет с видом на потрясающие горы, просто сегодня непогода, и с видом, соответственно, на море. Скажи, пожалуйста, сколько будет стоить пентхаус в 150 квадратных метров, вот с потрясающими видовыми характеристиками, чтобы была просто бомба, чтобы когда приехал кто-нибудь из друзей, просто взял, зашел к тебе в квартиру, вышел на балкон и просто умер, умер от зависти, понимаешь? Сколько будет стоить? Такие варианты у нас есть, их всего 5, к слову, как раз от 130 до 240 квадратных метров в шестом отельном корпусе, на девятом этаже, с удивительным видом, это будет стоить порядком 500 миллионов рублей. Короче, за 150 квадратных метров лайтбокс это у нас будет стоить лайтбокс, блин, 150 миллионов, правильно? А, нет, 500 миллионов. 500, да. Ну, какие-нибудь есть, может быть, скидки инвалидам, пенсионерам, там, участникам, например, там, Великой Отечественной войны или еще что-нибудь? Мы очень лояльны, то есть, если вы приняли решение купить у нас апартамент, номер, мы составляем договор бронирования, садимся за стол переговоров и обсуждаем. А учителям есть скидки, например, кто-нибудь, например, учительница, например, там, с Краснощехова решила приобрести себе апартаменты? Скидки будут? Ну, если это учитель года, то, конечно, будет. Если учитель года. Ну, да, если учитель года, то она бесправо не заработает на такую квартиру. Слушай, скажи, у вас даже кран есть, да, хороший, полноценный? Это как раз, вот, шестой отельный корпус, он строится по договору долевого участия, проектное финансирование Сбербанка. Ну, вы уже продаете, уже можно его предлагать, да, договор для его участия? Как думаешь, ценник еще поднимется или это уже потолок? Конечно, мировой отельный бренд это как дорогое вино, то есть там и каждый год плюс 20, 30, 40 и даже 50% среднесуточной стоимости и, конечно же, это рентабельность. А за счет того, что все материалы согласовываются мировыми ассоциациями и у них прямой контроль, то есть это не франчайзинг, то пример будет эксплуатироваться от 10 лет. Вообще, там даже толщина ковролина согласовывается. Слушай, ну круто, знаешь, как бы я прям загорелся. Но единственное, что я не буду повторять подвиги мэра города, я не буду падать в оморок, я не буду там сейчас это. Ну что, значит, нужно ставить цель, нужно пробовать, опять же, правильно так я сказал, это все равно, что, знаете, я вот, ребят, много чего видел, но это Rolls-Royce. Просто вот, вот в мире недвижимости вот есть хорошее, есть плохое, а есть вот оно, понимаете, есть оно. Да, кстати, знаете, вот самая, самая дорогая недвижимость, которая была продана за последнее время в Москве, это, получается, пентхаус, пентхаус, в отеле, Рейдисон Украина, самое дорогое, понимаете, хотя не можно сказать, что там, не сказать, что это прям суперместо, там, до Кремля далеко и так далее, но самая дорогая покупка за последние полтора года, это как раз Humble Rydison. Ну, здесь я могу сказать, наверное, примерно то же самое, да, есть у нас Александрийский маяк, ну, что-то да не то, есть, соответственно, апартаменты в Адвере, а есть вот эта история. Тебе огромное спасибо, побежал. Я вас благодарю. Надеюсь, у тебя все получилось в этот раз, но если не получилось, жди меня завтра в гости. Обязательно. Все, давай, пока. Все, ребят, думайте сами, решайте сами. Пока.